Доброе утро, дорогие телезрители! Доброе утро! На повестке дня только один вопрос. Это обеспечение населения по доступным ценам. Разговор по тем компаниям или по холдингам, которые понесли убытки, разговор даже не стоит. Поэтому все государственные органы в одной команде работают для того, чтобы максимально сгладить те процессы, которые у нас произошли. Нанна Лубековна, вот говорят, что цены на продовольственные товары повышаются. Я знаю, что у вас есть определенные организации, то есть команда, которая мониторит рынок, регулирует цены. Расскажите поподробнее, как эта процедура происходит. Значит, ежедневно мониторингом охвачены не только розничные цены, оптовые цены, но и остатки товаров. Если мы ранее имели остатки товаров по разным группам до трех месяцев, естественно, сейчас после того, как население начало скупать, было уменьшение по некоторым товарным позициям. Но я могу заявить, что дефицита по любой товарной группе не будет. Мы настолько интегрированная страна, регион, поэтому святое место просто не бывает. В любом случае будет поставщик, товары уже идут. На этой неделе идут уже три вагона сахара. Поэтому я вам скажу точно, что дефицита товара не будет. И цены розничные, как и оптовые, и цены также производителей местных, они на контроле. То есть, если производитель цена на сегодняшний день 140 тенге, допустим, на яйцо, розница никак не может быть выше, чем 154 тенге, потому что есть подписанный меморантом. Это то, что касается ценовой политики, о чем вы спрашивали. Кроме этого, есть стабилизационный фонд, где заложены не только овощи, о котором мы уже ранее говорили, но и бокалейные группы товаров. Если будет необходимость, по данным товарным группам также будет проводиться интервенция. По муке первого сорта уже интервенция проводится, как вы знаете. По 47 тенге реализуются во всех сетевых магазинах Анвардина. При этом торгована 2 в кассетии 1 тенге. 46 тенге поступает в магазин, идет еще фасовка, называется подготовка товаров к продаже, и все расходы укладываются в 1 тенге. Буквально вчера мне звонили мои коллеги из других регионов, которых именно интересует продукция со фонда нашей, насколько наши поставщики могли бы поставить тут те регионы продукцию. Потому что то, что у нас в городе Анвардина имеет такую разрегленную сеть, это наше преимущество. Об этом нужно говорить, это так и есть. Подписывают именно эти сети, и по ним легче контролировать цену. То есть цена производителя или дилера, который работает в городе, и цена в рознице. Несложно посчитать. И необходимо здесь еще ответить, что они сами являются поставщиками многих предприятий по Казахстану, и при этом они надбавляют надбавку даже до 5-7 тенге. Это, конечно, играет роль ценообразования. Анна Рубековна, еще раз давайте успокоим народ. Чтобы не паниковало, продуктов питания хватит на всех, цены подниматься, повышаться не будут. Чиновники за этим следят. Потому что народ паникует, скупать все мешками, это на руку играет, опять же, оптовикам. Я так понимаю. Правильно? Скупать нет необходимости, потому что я уже приводила пример. Оптовые компании интересуются, сколько остатков в городе, и они больше, конечно, заинтересованы поставить, пользуясь нынешним временем. То есть их товароборот, будем говорить, ускорился. По ценовой политике я вам скажу, что по товарам, которые производятся в городе Ахтюбе, роста цен не предвидится, об этом они не заявляют. И если даже какой-то рост будет, это настолько, насколько там есть составляющая в долларном эквиваленте. То есть берем колбасных производителей. Если мясо казахстанское, местное, ну, поставляется с Кустаная, с Уральска, но при этом оболочка и пищевые добавки идут с России, естественно, это будет играть роль, но не в таких процентах. То есть это будет неощутимо? Неощутимо. Это буквально там 2-3% возможно будет в дальнейшем, пока у них есть старые остатки. А если только цена будет расти по другим казахстанским товаропроизводителям, другие города тоже регионы поставляют, по ним, значит, мы информируем местные антимонопольные агентства, они информируют своих коллег, настолько действительно ли поднялась у производителей цена и чем обоснована цена, потому что это тоже играет роль. Это касается вот масла растительного, который в большом количестве представлен, наименований также круп, которые входят в основную потребительскую казино. Здесь я еще отмечу, что в сетевых магазинах вы видите крупы всех наименований, расфасованные в самом магазине. Почему это нужно? Большая разница, когда поступает товар в фасованном виде или товар поступает весовой в мешках и фасуется в магазине. Цена, в принципе, в два раза дешевле, чем фасованные, потому что фасованные – это маркировка, это реклама, это изготовление рекламной продукции. Поэтому наши требования к сетям, чтобы в наличии всегда была круп, все виды круп были, об этом, в принципе, знает население, и они в наличии всегда есть. Дорогие телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, телефон прямого эфира 222333. Как показывают нам наши операторы, у нас уже есть телефонный звонок, я предлагаю его прямо сейчас принять. Доброе утро. Алло, доброе утро. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Гаухар. Гаухар, у вас вопрос к нашим гостям? К гостям, и хотелось бы выразить свое тоже мнение, отношение по поводу девальвации. Слушаем. Я хотела бы вот уточнить у гостей о стабильности цен. Вы говорите, они сохранятся вот тот месяц и полтора, о котором нам говорят министры, так как как бы через месяц-полтора ГСМ сказали поднимется в цене, а как бы любая составляющая всего товара является транспортные расходы. Так, спасибо большое вам за вопрос. Значит, по товарам, которые производятся в нашем регионе, я уже однозначно ответила на нашу позицию. Пример приведу. У нас в феврале месяце планировала поднять цены компании АЭС, об этом они заявляли в декабре. Мы, значит, изучили их документы. Сейчас вы знаете, что сбор сурового молока уменьшается в связи с сезонностью, и мы знали, значит, повышение цены об этом. Но так как это совпало с девальвацией, компания отнеслась с пониманием, и на сегодняшний день все цены на продукцию АЭС уже обратно вернули на старые позиции. При этом планировали, значит, поднять на товары, которые не входят в потребительскую корзину, а те товары, которые входят в потребительскую корзину, по молоку, я вам отмечу, что это молоко 2,5%, 3,2% жирности, и кефир 2,5%, 3,2% жирности, по ним АЭСа позиция такова, что по ним роста не будет. Если даже какие-то расходы будут, они будут компенсироваться за счет других товаров, которые не входят в потребительскую корзину. Поэтому по местным компаниям я могу однозначно сказать, что роста в ближайшее время не будет. Если даже будет рост, это только будет связан с теми, будем говорить, добавками или составляющими, которые закупаются не в территории Казахстана. То есть цены мониторятся, за этим вы держите руку на пульсе. А вот если наши телезрители, допустим, столкнулись с ситуацией, что в каком-то гипермаркете или на рынке... Зафиксировали такие факты, куда обращаться. Они могут позвонить по телефону 21 55 51. Мы в субботу были 8 звонков, по ним были выезды. Это касалось тех товаров, которые, значит, поставляли АЭСам, вот именно в те дни, когда был отпуск, по ним переоценка была. А также касалось продукцию муки, которую скупали, да, в дальнейшем снова же поставили. А также продукцию стабилизационного фонда. Вы знаете, продукция стабилизационного фонда у нас хранится по улице Кунаева на складах АО Кукунус. Там условия современные. Продукция, в принципе, как осенью закладывали, можно сказать, в том же качестве и находится. Поэтому на них на сегодняшний день спрос вырос. Если ранее они продавали не больше 2 тонн, на сегодняшний день уже вот в субботу они продали 5,5 тонн. То есть спрос есть, увеличивается объем продаж и бывает, что иногда перебои, пока довезут следующую продукцию. Вот именно по отсутствию в одном из мини-маркетов была жалоба, но, в принципе, в дальнейшем была устранена. В воскресенье уже, в принципе, жалоб не поступало, мы крыло суточный дежурим. 21-55-51, правильно? Номер телефона 21-55-51 вы набираете в случае, если зафиксировали факты, если вдруг где-то в магазинах, супермаркетах или гипермаркетах на рынках, да, я так понимаю, повысили цены, завышенные цены, сразу же набираете и комиссия соответствующая выезжает, все проверяет. Да, созданы три оперативные группы, это касается не только супер- и гипермаркетов, но и мини-маркетов, будем говорить, форматы, которые за углом называются, потому что у них тоже, если повышение есть, должен быть акт повышения цены поставщикам, которые находятся в городе. Их быстро, в принципе, можно найти. Я скажу, что в состав группы входят и правоохранительные органы, и антимонопольные агентства, у которых есть намного шире полномочия, чем у Кематого. И, наверное, как-то помогают народные избранники. Андрей Викторович, вот болеете ведь за народ, как народный избранник, все-таки вас избирает народ, и, наверное, какую-то помощь оказываете чиновникам? Да, я хочу, конечно, выразить поддержку. Я в том, что сейчас у нас люди привыкли все в негативном виде воспринимать, но это на самом деле неправильно. Вот так вот если посмотреть, вот сейчас в наше время, когда все магазины, все крупные и даже мелкие магазины находятся в частной собственности, не как в советское время, просто издал указ и все. Сейчас контролировать цену – это очень сложно. И действительно сейчас Кемат работает просто круглосуточно, чтобы не дать людям на такой ситуации навариться. Ведь это вот два таких недостатка, которые у людей есть, надо их признать. Это вот первое – пытаться во всем видеть негатив и создавать панику. Второе – это пытаться навариться на какой-то ситуации. Экономически им отойдется. Да, увидели ситуацию, надо быстренько на этом навариться. И поэтому здесь вот честно надо сказать, действительно, Кемат в этом плане хоть хорошо работает. Круглосуточно. Действительно. Круглосуточно. Это было 647. Почему так выросли цены? Сосиски стали 660, а были 610. Это насколько выросли цены, куда смотрят наши проверяющие. И угловой магазин постепной точно так же идет колбаса уральская 700 тенге. Хотя была тоже 647 или 637. Вот посчитайте с килограмма какой навар идет. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Значит, я начну с местных товаропроизводителей. В нашем городе работают два крупных, будем говорить, поставщика, которые имеют на товарном рынке свой определенный объем продаж. Это компания «Тоорокос» и компания «Балюн». С обеими компаниями мы уже 11-го числа вели переговоры. По ассортименту данных указанных поставщиков роста цен не будет. Это однозначно. Компания «Балюн» работает строго на казахстанском сыре. Компания «Рокос» получает импортное мясо. Но при этом, как заверил меня руководитель данной компании, депутат областного масляхата Аркадий Юрьевич Ни, по их продукции роста цен не будет. По уральской колбасе, да, у нас на товарном рынке есть определенная доля уральских производителей. По ним информировано антимонопольное агентство, ведут расследование с своими коллегами. Вот на мобильный телефон приходит сообщение о том, что цены будут на прежнем уровне только до февраля месяца. Буквально мне и осель, постоянно приходят такие сообщения, как на них реагировать. То есть предприниматели заявляют нам о том, что цены будут до февраля месяца стабильны, а дальше будут повышаться. Это тоже регламентируется. Значит, соответствие... В первую очередь, извиняюсь, перебью, это создает панику в народе, все эти сообщения. Я понимаю, что это, в принципе, ход, маркетинговый ход, но все же. На уровне законодательства есть установленный порядок ценообразования. Этот порядок единый для всех, его никто не имеет права нарушать. И еще больше скажу, сейчас, в настоящее время, правительством рассматривается административный порядок по нарушению данного пункта закона. То есть на те товары, которые входят в основную потребительскую казино, торговая надбавка определяется самим производителем. То есть я произвожу продукцию и в договоре уже указываю размер предельной надбавки, которую может допустить розничная сеть. И за это нарушение будет нести ответственность. Поэтому мы считаем, что данный законопроект, он как раз-таки направлен для защиты нашего населения, нашего внутреннего рынка. Потому что, конечно, каждый из нас патриот и в первую очередь отдает предпочтение местной казахстанской продукции. Поэтому отследить ценовую политику ценообразования, в принципе, несложно. Поэтому по любому факту повышения будут приниматься меры. Об этом субъекты предпринимательства хорошо знают. Потому что мы на проверках, на выездах мы видим, насколько они уже информированы, сразу представляют нам документы, чтобы можно было отследить, где пошло повышение цены. Еще раз напомню, 21-55-51 в случае, если вы зафиксировали такие факты, повышение, в общем, звоните сразу и отреагируют наши чиновники из гора Кемата. Мне хотелось бы напомнить, что у нас в гостях была Доржанова Анна Нурлубековна, начальника отдела предпринимательства, и Кудеев Андрей Викторович, депутат городского Маслехата. Спасибо, что этим утром вы были с нами. Надеюсь, успокоили наше население, в общем, ответили на вопросы интересующие. Если вдруг, уважаемые зрители, у вас есть вопросы, пожалуйста, оставляйте их, но уже в социальной сети, в нашей группе «Твое утро», там же вы можете посмотреть беседу с нашими гостями. Мы продолжаем наш эфир, но сейчас информационный блок, после чего встретимся снова. Продолжение следует...